В Чебоксарах прошел международный фестиваль юношеских СМИ «Волжские встречи». Сотни юных журналистов, операторов и кинорежиссеров из самых разных уголков страны из года в год приезжают в Чувашию за знаниями. Учиться в зимние каникулы отправились и юные журналисты национального телевидения Чувашия. Они сняли наш следующий репортаж. «Волжские встречи» — это события для ребят, которые мечтают стать успешными журналистами. Они ждут его весь год, приезжают из разных уголков страны и знают, что в Чебоксарах всегда работают лучшие медиатренеры. Я бы хотел, чтобы на телевидение приходили люди, которые реально с помощью телевидения хотят изменить мир к лучшему. Пусть это звучит очень громко, пафосно, но действительно такие люди нужны. Журналисты и продюсеры федеральных телеканалов учили ребят делать креативные сюжеты. Под руководством профессионалов участники фестиваля снимали кино, создавали мультфильмы и учились расставлять свет на съемочной площадке. У меня есть идея для фильма, в котором требуется работа со светом и показ характер героев через него. И получив знания на этом мастер-классе, я думаю, что мне будет проще все это изобразить. «Волжские встречи» — это также возможность разобрать со специалистами ошибки в своих телеработах и побороться за призы в разных номинациях. Так, проект юных журналистов нашего канала «Шок-шоу» стал лучшим в номинации «Детская телепрограмма». Особенно жюри отметила профессиональную и уже не детскую работу ведущих Ксюши Серовой и Саши Васильева. Лев, смотри, а вот папа остановился. Это что за страна? Лаос. А вы сами хоть знаете половину того, что знает Лева? Конечно, нет. Когда в телеведущем есть некая изюминка, иногда даже перчинка, вот это делает его успешным. Мария Шоклева и участники фестиваля «Волжские встречи» Республика.